Итак, доброе утро. Всем доброе утро. Шалом. Шалом. Всем привет. Бонжур. Так. Где участники? Хорошо. Значит, видите как? Точно, когда начинаешь, никого нету. Или что-то, может, не соединилось? Ну не может быть, чтобы никого не было. У нас всегда было много людей. И вроде и лайф. И очень странно. О, уже шесть. Яков Шатанин смотрит. Все. Это видно, сразу пошел наплыв, и Фейсбук с ним не мог справиться. Это всегда так бывает. Когда слишком большой напор, это тоже нехорошо. То есть, слишком, когда медленно, нехорошо. Слишком быстро, нехорошо. Все, что слишком, оно нехорошо. Это золотой принцип, золотая середина. Вот иудаизм, он как бы ведет человека к золотой середине. То есть, Тора, она прямо освещает реальность, делает свет такой, показывает, как все работает, и говорит, иди, вот золотая середина. Все. Понятно, да? То есть, мы учимся, как идти к золотой середине. Все. Шалом. Хадаса Попова, Всеволод Грибов. Всем шалом. Иринка Нетитченко. Фаина Фая. Доброе утро. Оксана Павликова. Все. Оксана Павликова. Отличные выводы я всегда читаю. Все. Начинаем. Значит, в предыдущих, предыдущих уроках, как я делал, я, кстати, вам тоже советую. Я, когда, когда, ну, начинаю урок, я до этого всегда, я читаю с самого начала главу. И так получается, пока ты доходишь до конца. У нас в главах где-то проходит около 10 уроков на каждую главу. 10 раз ты повторяешь весь текст с начала до конца. Не с начала до конца, а с начала до того места, где ты понимаешь. Потому что без комментариев непонятно. Но если мы уже разбирали. Так, чтобы не забыть, вот начинается, первый отрывок был, да? Не завидуйте злодеям и не желай быть с ними. Дальше. Ну и так далее. И дальше, получается, вся глава нам объясняла, как мыслят злодеи и как, что значит не завидовать им, почему им не завидовать и так далее. И вот мы закончили. Последний у нас был 17-й отрывок, да? Не 17-й был отрывок. У нас был 20-й. Закончилось тем, что свеча злодеев погаснет. И то есть у них, как бы их успех очень кратковременный, как мотылек. Это я читал где-то в фейсбуке, что не будь как мотылек, да? Который за один день там все накуролесил и умер, да? Так не надо жить. Значит, 21-й отрывок. Итак, теперь царь Соломон нам говорит, что делать, что надо делать. Он говорит, ира, эт, ашем, бойся Бога, бни, сын мой. То есть он передает, как бы, главное, вот это вот, главное, главный месседж такой, главное послание, бойся Бога. То есть у человека устроен человек, как бы, если взять физиологическую часть человека, это животное. И главная, главная движущая сила у животного, это страх. Страх за свою жизнь, инстинкт самосохранения. И поэтому все время говорится, человеку, который хочет быть верующим, хочет идти к Богу, ему говорится, смотри, ты от страха не избавишься. То есть страх тебя прошит. У тебя это, как бы, физиология твоя. Но ты возьми этот страх и забери его от иллюзорных вещей, которых ты боишься. Ведь чего люди боятся? Люди боятся придуманных людьми же опасностей. То есть иди, человек, боится старости. Так ты ее придумал, ты же еще не старый. Когда будет твоя старость? Вообще, может, ее не будет. А человек уже боится. Человек боится, а вот у меня там на экзамене будет неудача. А вот я сейчас там выйду замуж, будет неудача. А вот я разведусь, будет неудача. То есть человек, он выдумывает себе постоянно будущие неудачи и их боится. И вся его жизнь, она скована страхом. Теперь нам говорит царь Соломон, послушай, не бойся ничего, кроме Бога, да? Значит, он нам говорит, 21-й отрывок, возьми весь свой страх и направь его. Я боюсь Бога. То есть я боюсь только одного, чтобы ошибиться, согрешить перед хозяином мира. А ну если я с ним в хороших, мне нечего бояться вообще. Понятно, да, вот этот совет? То есть он без этого непонятен. Страх есть. И царь Соломон говорит, слушай, чем тебе бояться вообще всего? Собери все и бойся Бога. Направь его на Бога. Бог добрый. Ты когда через этот страх с ним соединяешься, этот страх заставит тебя делать правильные действия. А если ты делаешь правильные действия, тебе бояться нечего. О, и дальше он продолжает. Вамелых, еще бойся царя. Бойся Бога и бойся царя. Им шоним аль титараф. И с теми, кто шоним, это от слова, как тут переводят сейчас, 21 отрывок, переводят. Бойся Господа, сын мой, и царя, с изменниками не общайся. Шоним это не измените. Шоним это те, кто изменяют. Да? Ну, как бы можно сказать, что не измените. Но шоним это не те изменники, которые изменяют, а те, которые хотят поменять существующий строй. Значит, говорит нам царь Соломон так. Бойся Бога и бойся царя. Значит, раньше была какая система мира? Был царь. У этого царя была царская власть. То есть, он мог казнить, миловать, убивать там и так далее. То есть, но он был, как бы, основа порядка на земле. Потому что люди были еще страшнее, чем сейчас. Раньше люди были совершенно дитие. Почитайте вот эти все древние хроники. Как монголы. Монголы, когда они захватывали какой-то город, они живых людей бросали на землю. На них ставили деревянные помосты такие, на еще живых людей. И на этих помостах сидели и бухали, значит, пока те люди внизу стонали, там ломались у них кости, а они сидели, бухали и радовались. А второе, что они делали, они со всех мужчин живьем снимали шкуры. Ну, это кожу снимали живьем, прям ножами. Все такое. То есть, раньше люди были дитие. Если у них не было страха перед царем, перед властью, они просто вообще съедали друг друга живьем. Там вообще, что они только не делали. И царь Соломон говорит, бойся Бога на небе. Это тот, кто установил мировой порядок, да? То есть, тот, кто хозяин мира. И бойся царя на земле. То есть, потому что не будет царя, будет хаос. И, а с теми, кто хочет снять власть царя, с ними не общайся. Почему? Две причины, почему с ними не надо общаться. Первое. Дальше он объясняет в следующем отрывке, в 22-м. Он объясняет так. Кипитом якум эдам. Потому что неожиданно восстанет их. Эдам это страх такой настоящий уже, да? 22. Ибо внезапно придет погибель от них. Даже не просто страх, а погибель. Эдам упит шнеем миюдеа. И, значит, беду от них кто знает, кто предскажет. Значит, здесь есть двойное объяснение. Первое объяснение, что если человек, он идет... Вот, давайте вернемся. 21-й отрывок. Значит, написано так. Бойся Бога. Это хозяина мира, который создал мироздание и всем управляет. И бойся царя на земле, который здесь рулит. Потому что он рулит здесь. Во-первых, от него может быть опасность. Но от него же опасна всем. Он же никому не дает. Кто такой царь? Царь это главный бандит. Он захватил власть. Но он других бандитов не дает им подняться. То есть он других бандитов глушит, потому что он сам боится. Царская власть на том основана, что типа я народ граблю сам. Только я. Если кто-то пытается еще что-то тут вставить, у меня есть на него полиция, армия и так далее. То есть он не дает никому... Он в основном за себя боится. Но тем не менее он поддерживает порядок. Понятно, что кто здесь ответственный за порядок, когда есть такая вертикальная структура. Если люди не боятся власти, то тогда хаос, анархия, каждый грабит соседа, ну и так далее. То есть никто не защитит тебя. Теперь есть какие-то шонимки, которые хотят изменить существующий порядок. И царь сам, он говорит, с ними не общайся. Почему? Значит, две причины. Потому что, первое, если ты начинаешь с теми, кто против царя общаться, может на тебя прийти царский гнев. Да? И царь земной, и царь небесный. Если ты общаешься с теми, кто против Бога, значит, понятное дело, кто они такие. То есть они против Бога, если на них пойдет наказание, ты-то с ними, ты такой же. Как когда Корах восстал против Маше Робейну. В Торе описывается история, как Корах, он восстал против Маше, начал там, поднял восстание, и с ним присоединилось 250 человек. Маше говорит, значит, хорошо, пускай Бог рассудит, значит, кто прав. А и Корах, и все, кто с ним, и все их семьи со всем имуществом земля проглотила, провалились под землю и сгорели. Что это значит? Это значит, что если ты находишься в радиусе со злодеями, на них приходит гнев и на тебя тоже. Это с неба. А на земле, если кто-то начинает делать заговор против власти, и другие люди, да, давай там сидят, значит, послушали, да, типа нормально, давайте царя свернем. А там кто-то один услышал, настучал, кого посадят, всех посадят. Это первое. То есть первое значение, если ты общаешься с теми, кто восстает против Бога и против царя, может тебе вдруг прийти беда от них и погибель, от царя. Второе. Если они победили, революция, они победили, да, то есть они собрались, шушукали, шушукали, значит, все свергли царя. Что кому-то от этого лучше стало? Никому лучше не стало. Они тут же установили революционный террор, тут же поубивали всех, которых только можно было поубивать. Потом на всякий случай поубивали тех, кто может потом что-то сказать. А потом начали просто, уже вошло в привычку, и они начали убивать всех, кто хоть как-то был не согласен на всякий случай. На всякий случай. Поэтому нам царь Соломон 2800 лет назад сказал, не общайся с теми, кто восстает против царя, против Бога и против земного царя. Почему? Потому что придет погибель вдруг, и кто знает, те, которые восстают против царя, что они лучше стали. Возьмем пример. Здесь был, например, Майдан, да. То есть взяли, свергли одну власть. Она была не супер, то есть она была совсем не супер, эта власть. Но сейчас что, стала принципиально лучше? Не стала принципиально лучше. То есть точно так же грабят народ. Народу самому лучше не стало. То есть сменилась власть. Точно так же они сейчас залезли на верхушку. Точно так же пилят бюджеты. Ну я не хочу влазить в политику. Но народу, те, которые люди ходили на Майдан и рисковали своей жизнью, да, чтобы свергнуть ту власть. А им лучше не стало. Хорошо. Теперь, значит, двигаем дальше. 21-й отрывок, с ними не связываться. Второе. Потому что придет беда, и кто знает, что будет потом. То есть придет беда, если победит царь плохо, победят не царь. Революционный террор был после любой революции. Все во время революции, до революции, это тоже в Торе, кстати, описан порядок, когда сделали золотого тельца, был грех золотого тельца. Написано, Маша нету. Они, значит, сделай нам божество, Арону сказали, сделай нам божество, чтобы мы могли ему поклоняться. То есть сделай нам какой-то символ понятный. И, ну, значит, там дальше было, что было, дальше описан порядок. Написано, вознесли они аллот. Аллот это жертвы всесожжения. Все божеству, да, все наверх. Дальше вознесли они шломим. Это жертвы, которые ты половину сам съедал, половину, ну, как бы, приносил в жертву. Значит, уже они начали про себя думать. Потом написано, сели пить и потом начали заниматься развратом. То есть имеется в виду что? Что любые революции, они вначале кричат, все народу, все народу, все за духовность. Только мы землю крестьянам, заводы этим самым, рабочим, моря морякам, все, только народу. Потом они свергают власть, потом они все забирают себе, а народ что? А народ, значит, за тунеядство. Если ты не будешь работать, мы тебя в тюрьму посадим. Все, паспорта отдайте, крестьян всех обратно прикрепили к земле, колхозы, совхозы, все забрать и поделить. Да, только ни у кого ничего не осталось. Все. Это конец любой революции. Теперь дальше. Поэтому нам сказал царь Самон в них не участвовать. А что делали евреи в то время, да? Они участвовали. То есть они революции, можно сказать, ну, были основной движущей силой революции. Сказать, что царь был хороший, он был плохой царь. Он санкционировал погромы, но тут, опять же, это такой был замкнутый круг. Значит, евреи хотят сместить царя. Какие-то евреи, часть там были, ну, вот, каких-то евреев, которые активно участвовали в революционной борьбе. Царь, значит, разлился на всех евреев. Выступал против. Евреи еще больше создавалось давление. Шли против царя. Такой замкнутый круг получался. Оп, потом царя скинули. А потом пришел Сталин и всех покосил. Все, просто покосил всех. 30 миллионов сталинский террор. И все. И Ленин такой же, и это самое. Все они там. Все, кто власть тогда пришли, все были преступники. Теперь 23 отрывок. А что нам делать? И вот эти, он говорит, для мудрецов. Сейчас мы узнаем, что эти для мудрецов. Он говорит так, что вот эти примеры сейчас идут уже для умных людей. Так что мы можем пропустить. Он говорит, дальше пойдут примеры для мудрецов уже. Я не знаю, выключаем или что. Мудрецы это те, которые уже получили мудрость Торы. И он говорит им теперь, как бы, совет для них. Акер по ним, то есть, лицеприятство, лицеприятствовать в суде нехорошо. Значит, объясняют нам мудрецы наши, комментаторы настоящие, что здесь речь идет, действительно, совет для судей, которые судят других. Значит, говорится так, что настолько важна истина, что даже, даже если вот судится между собой цадик, один праведник, а второй, ну такой, такой сомнительный человек, да, но один праведник вообще прям все. Говорится о суде, ты не можешь перед праведником там встать, если ты судья, и, как бы, заранее изначально хорошо к нему относиться. Если два человека попадают в суд, это мы в другом месте уже учили, пертьевод по учению отцов. Это уже позднейший, записали это где-то почти в 200 году нашей эры, где-то между 120 и 200 годом нашей эры, записали устную Тору, Мишну. И в Устной Тории есть один трактат, называется «Поучение отцов», где есть именно вот эта вот жизненная мудрость, да, такая жизненная мудрость. И там есть такая Мишнат для судей тоже, в которой говорится, это как для судей такой совет, не делай себя как адвокатом. Если ты уже судья, ты не можешь быть одновременной судьей и адвокатом. Когда будут судящиеся стоять перед тобой, что они оба пусть будут перед твоими глазами, как злодеи. То есть они должны быть одинаковые. Раз они судятся, ты не знаешь, кто из них прав. То есть это неоднозначная ситуация, да, раз они уже пришли в суд. Теперь и у этого репутация праведника, у этого репутация там сомнительного, не злодея, но сомнительного. Но это ничего не значит. Если ты судья, ты должен их судить честно, справедливо. Суд это самая главная справедливость. И ты не можешь лицеприятствовать. И там написано, когда будут они стоять перед тобой, пусть будут они в твоих глазах, как злодеи, пока идет суд. И когда они уходят от тебя, пусть будут в твоих глазах оба, как праведники, если приняли на себя этот суд. То есть если они действительно хотели найти истину, они пришли, сидит судья, который абсолютно беспристрастный. Он говорит, в этой ситуации, по законам, которые дал Бог, там, законы Торы, значит, вот так вот надо судить. Они говорят, ну, раз так Бог говорит, значит, мы принимаем решение суда. Все, оба праведники. Если кто-то не принимает, значит, он злодей. Он уже идет против суда, против Торы. Здесь сказали мудрецам, что это как бы, это было раньше, до Пертьевод. И отсюда это корень, как бы, корень вот того, что они там сказали, объяснили. Значит, не лицеприятствуют в суде, потому что самое главное, это праведный, честный суд. Когда Ноах, Ноах это Ной, он, значит, был ковчег Ноя, помните? Значит, он один остался из всего человечества со своими сыновьями. И Бог ему дал семь заповедей для всего человечества. Значит, эти семь заповедей действуют и сегодня. То есть для всего человечества Бог установил семь законов. Семь главных законов, на которых должно быть построено человеческое общество. Из них один повелевающий и шесть запрещающих. Один повелевающий какой? Делайте справедливые суды. Должен быть честный суд. То есть это главное для устройства жизни людей. Это честный суд. И единственная может быть страна, где, ну не единственная, но страна, в которой судебная система поставлена на самую высокую такую основу, это какая страна? Какая? Не Украина, точно. Это США. В США, значит, у человека реальная презумпция невиновности. Реальные адвокаты, присяжные. То есть там, ну, они стараются быть максимально, максимально честными в суде. И неважно, кто ты, то есть абсолютно неважно, кто ты. То есть суд для всех одинаковый. И для президента, и для... И, значит, вот интересно, что Израиль тоже пытается быть там выше суд справедливости, как они называют все. Другое дело, что иногда судебная система судит по неправильной схеме. Да, бывает такое тоже. Но главное в честности, что она для всех одинаковая. Она не выбирает там, что у тебя в суде прав больше, а у тебя меньше. Все равны перед законом. И если это соблюдается, то тогда это вот для всего человечества главная заповедь. Делайте справедливый суд. Теперь дальше. Есть шесть запрещающих. Кому интересно, я не буду сейчас рассказывать семь заповедей для сыновей, но для всего человечества. Но мы можем разместить, найти, есть материалы, есть целое движение, которое продвигает эти семь заповедей. То есть это как бы первая основная религия, которую получила человечество. И дальше все пошло из этого корня. Дальше Тора была дана еврейскому народу. Это народ священников. То есть это 613 заповедей, а не семь. То есть это намного более сложная такая конструкция. Но она именно... Еврейский народ это народ священников. То есть Бог выбрал потомков Авраама, которые готовы за Бога отдавать жизнь и были готовы отдавать во всех поколениях. То есть и Бог говорит, раз вы появились за счет того, что Авраам был готов отдать свою жизнь, вас бы не было. То есть начался еврейский народ с Авраама, который был бесплодный, которому он знал, что он бесплодный. Бог ему дал в 100 лет. В 100 лет он ему дал сына Ицхака. Ему было 100 лет, а Саре, маме Ицхака было 90. То есть этот сын родился полностью. Это чудесное появление. Кстати, интересно, теперь я понимаю, я слышал как-то одну, ну случайно, какой-то там антисемитский сумасшедший, который вообще гнал на евреев так, что капец. И он гнал, и он говорит, евреи же они как бы не из этого мира, они другие. Они, то есть, ну, он называл, сказал, что евреи это не гуманоиды. Как-то он какое-то слово использовал, в общем, ну, что они пришельцы, они не пришельцы в этот мир. Ну, не рептилоиды, но что-то вроде этого. И это сейчас я понимаю, что вот это именно как раз он правильно говорил. Потому что евреи появились у Авраама 100-летнего и у Сары 90-летние после того, как у нее уже прекратилось то, что у женщин, ну, цикл вот этот вот нормального. Она всю жизнь была бесплодная, а тут она еще и превратилась, что у нее вообще все прекратилось. И Бог дает им ребенка, то есть, это было реально появление Ицхака, это было вопреки вообще всем законам мироздания. То есть, это было конкретно появление Ицхака, это было от Бога. И дальше, дальше вся история еврейского народа, она была история самопожертвования. То есть, когда евреи, как бы этот мир, он для них не существует. И Бог их специально направил в Египет, специально держал в рабстве. То есть, такой прессинг, что они просто вообще этот мир уже возненавидели. То есть, они реально возненавидели этот мир материальный, потому что хуже положение в этом мире, чем находились евреи, невозможно было представить. Быть рабами в Египте, это, ну там, рабы в Америке, они были по сравнению с рабами в Египте, это они были вообще в пятизвездочной гостинице. То есть, там просто их уничтожали, и Бог их выводит, показывает чудеса и говорит, вы народ священников, будете мне рабами теперь, будете мне рабами, то есть, ваша задача служить Богу. Понятно? На Севенешмат сделаем, даже слушать не будем, может не разъяснять, все сделаем, все, принимаем Тору. И дальше что? И дальше стараемся ее соблюдать уже 3315 лет со всей силы. А есть семь заповедей более простых, и главный из них это справедливый суд. И вот нам царь Соломон здесь говорит судям, что говорит, ни в коем случае, даже вы не можете исказить суд ради того, чтобы сделать приятно праведному человеку. Никакого у него нет преимущества в суде перед неправедным. Каждый конкретно отвечает, весь этот мир очень честный, каждый конкретно отвечает за свои действия, всегда, везде и во всем. И это как бы метафора на божественный суд, потому что Бог точно так же. Если у человека что-то работает или не работает, он должен понимать, что Бог его любит, и то, что есть у каждого из нас, это что посеешь, что и пожнешь. Хочешь другой урожай, пожалуйста, перед тобой открыты все дороги, сей добро, получишь добро, сей труд, получишь плоды, сей, значит, еще что-то. В общем, что посеешь, что и пожнешь. Понятно? Хорошо, друзья, все. Вот мы изучили сегодня тоже три отрывка, да? И, значит, двигаемся дальше. Ну, в общем, давайте тогда последний. Сейчас сколько у нас времени? 23 минуты. Есть еще один. 24-й отрывок, как раз продолжение, чтобы завершить эту тему. Тот, кто говорит злодею, что ты праведник, его проклинают народы и его проклинают народности, да? Есть у слова амим, есть леумим. Значит, ам – это народ, который по национальному признаку народ. Ума – это народ, который, кстати, есть, вот, по-моему, называют мусульмане себя ума, они так себя и называют, да? То на иврите это леумим, леумим. Значит, это сообщество людей по религиозному признаку. То есть, мусульмане, они объединяются не по национальному признаку, а те, кто верят в Бога, признают, там, какую, ну, там, у них есть тоже какая-то формулировка, он сразу входит вот в эту вот мусульманская, ну, народность, да, назовем это так. То есть, они все как становятся братья по вере. Теперь, а есть народность арабы, там, и перцы, ну, внутри этого есть, да? Так вот, он говорит, что тот, кто искажает суд и называет, называет злодея праведником, да? То есть, тот, кто исказил вот эти вот основы мироздания, которые установил Бог, того проклинают и те, и те. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду то, что те народы, которые не шли по вот этому божественной системе, всем заповеди потомков Ноя, все эти народы исчезли. То есть, те народы, которые нарушают вот эти вот законы, повелевающая заповедь, устанавливая справедливый суд, запрещающие заповеди, это, ну, там, набор обычный, да, не воруй, не убивай, не прелюбодействуй, это четыре. Пятая, там, не служи идолам. И шестая, очень интересная такая заповедь для всего человечества, не ешь от живого. То есть, нельзя отрезать ногу у живого животного и съесть от нее кусок. Почему? Нам сейчас это непонятно. То есть, нам непонятно, как это можно там взять, отрезать ногу у живого и съесть от него кусок. Но, очевидно, в то время, в то время, когда, помните, вот даже индейцы разные и так далее, они, у них есть там, это, тотем, ну, то есть, они себя относили к каким-то животным, и они через это, они приобретали душу животного. Вот есть живое животное, грубо говоря, у него программный код. Оно живое, оно движется, функционирует. И тут, видно, они знали, как это работает. Они взяли у оленя, у живого оленя, они ему, значит, нож, кровь, даже до сих пор чукчи так делают. Нож втокнули и живую кровь пьют. То есть, они этот программный код, они в себя это самое. Или там, до сих пор есть, показывали, что, ну, вот эти арабы, там, батальоны Аль-Нусры, вот эти, которые там, идил, да, что он прямо печень у кого-то вырвал, там, легкие съел и так далее. То есть, они через это, они в себя, видно, вселяли вот эти вот животные разные сущности. Амалети, кстати, могли вообще в животных превращаться. Это народ антипод евреев. То есть, это у них была с этим связана, очевидно, какая-то магия, поэтому нельзя есть от живого. Вот всего шесть простых заповедей. Так тот, кто называет злодея праведником, он искажает полностью систему мироздания, да, то есть, то, что должно быть. И этот, этот, все, такая система рушится. То есть, Древний Рим разрушился, Древняя Греция разрушила. Все вот эти древние государства, которые нарушали справедливый суд и ставили кого-то выше суда, а раньше все почти себя ставили, ну, то есть, было расслоение. Вот, например, там, ты, например, там, красавчик, значит, ты можешь всех убивать, а ты простой человек, ты не можешь. Все те, да, те, которые все искажали справедливый суд, нет ни одного такого государства. Теперь, значит, кто не уничтожены, почему вкусы не уничтожены, кто за вкусы? Смотрите, не вкусы, а чукчи, да, вопрос. Если они так делают по сей день, пьют кровь от оленей, если вы считаете, что они не уничтожены, то зайдите в Википедию и посмотрите, что с ними происходит. Во-первых, у них нет ни своего государства, то есть, они живут по законам Российской Федерации, чукчи. И они, как бы, то есть, россияне, это раз. Во-вторых, их очень мало, и их, ну, как бы, они на грани всей исчезновения. То есть, все вот эти вот мелкие народности, которые продолжали практиковать свои, свои вот эти вот идолпоклонческие, ну, то есть, они все исчезают. То есть, даже на наших глазах исчезают все вот эти дикие народности, которые живут неправильно. А те, которые живут правильно, они не исчезают. Вот, пожалуйста, например, еврейство, да? Значит, евреи существуют уже со времен Древнего Рима. То есть, представьте ситуацию, вот мы ходим по музеям, смотрим там Древний Рим. Вот я был недавно в Риме, и там были египетские мумии, прям, вот я видел. И вот смотришь, ну, нет уже этого, это был какой-то удивительный народ, эти древние египтяне. А евреи там с ними, ну, жили там, еще жили до них, пришли туда, пожили у них, ушли. Древнего Египта нету, остались только пирамиды и, ну, народности, которые туда пришли потом. Поэтому, а евреи как были, так и есть, говорят на том же языке, называются теми именами. Вот вдумайтесь вообще, да, меня зовут Ицкак, это так Авраам назвал своего сына 4000 лет назад. И у меня имя буква в букву, слово в слово, как. То есть, евреи не изменили ни имена, ни язык, ни религию, одна и та же религия. Вот как Авраам Авину молился Богу, вот прям конкретно его текстами, так же мы молимся Богу. То есть, это самое удивительное, самое большое доказательство того, что есть Бог, что есть система, есть Тора, что это знание, оно реально вечное. И оно как раз и выстраивает вот мир вокруг себя. И если ты идешь в резонансе, все идет. Идешь не в резонансе, оно рушится. Понятно. Все, давайте сделаем выводы. И каждый делает свои выводы сегодняшнего урока. Я делаю вывод какой, что главное это справедливый суд. И справедливый суд, он должен быть даже к себе, нельзя относиться по-другому. Не общаться с заговорщиками. Спасибо, Антон напомнил. С заговорщиками не общаться. Против царя не восставать. Значит, государство, какое бы оно ни было, оно дает, ну дает все равно какую-то защиту людям. И лучше пусть будет сильное государство, чтобы были понятны законы. Если они понятны и соблюдают, то есть оно лучше, чем хаос и анархия. То есть в любом случае лучше. Теперь, но дальше, если это государство преступное, и в нем нарушаются права людей, неважно каких людей. Люди все одинаковые, и у них должны быть равные права перед законом. Все должны быть равные, одинаковые. Если есть какое-то неравенство внутри системы, как было, например, там, ну вот любое государство, где есть неравенство, оно обречено. То есть, понятно, да, то государство, в котором все равны перед законом, оно начинает процветать. Но если искажается смысл закона и называется злодей, называется праведником, то есть сам закон искажен. Все перед ним равны, но закон искажен. Значит, вся система рухнет. Это карточный домик, ему не на чем стоять. Если все построено на справедливом суде, но на основе всем вот этих вот заповедей, но и для человечества, то есть то, что считается добром, ну, во всех там основных религиях, значит, такое государство будет стоять. Все, удачи, успехов. И, значит, все. Всем удачи, успехов. Напишите свои три вывода, обдумайте и повторяйте. Очень важно, вот на пять минут раньше, например, если вы будете до урока приходить и прочитать то, что вы уже изучили, каждый...